Сегодня у нас случилось непредвиденное событие в нашем путешествии. Я запускала дрон вот с этой площадки, фактически это стоянка. Но поскольку этот поселок курортный окружен горами со всех сторон, то это было самое открытое место. Я запустила дрон, поснимала и уже хотела его возвращать домой. Но по привычке я снизила высоту, чтобы попытаться его увидеть. И это была моя ошибка. Потому что как только я снизила высоту, он упал, он уперся в деревья, которые были вот там. Потому что я его угнала на 200 метров. И он уперся в стену деревьев и, как говорится, пропал с радаров. Потерпел крушение. Мы были очень расстроены. Но, тем не менее, все равно пошли искать дрон. Потому что просто так бросить дрон мне было жалко. Короче говоря, мы пошли в лес, карабкались там по этим горным кручам. Среди этих колючек, среди этих деревьев. Это было очень сложно, могу сразу сказать. Потому что там очень бывают высокие уклоны. Даже больше 70 градусов. И тут буквально мы карабкались на четырех ногах. На четырех ногах. Но хочу сказать, что упорство и труд делают свое дело. Поэтому дрон мы нашли. Это было невероятно. Потому что деревья, они настолько высокие, что это как бы предполагало, что если дрон будет на дереве, то достать его будет все равно невозможно. Но мы, как говорится, шли, шли, шли. И, в принципе, дрон упал. Правда, он сломал ногу. Но ничего. Зато сам он работал. Подавал звуковой сигнал, когда нажимаешь на эти дроны. И поэтому, в общем, это была чисто моя вина. Потому что снижать было неправильно. Он у меня летал на больше 100 метров высота. И это была моя ошибка. И теперь я ее поняла. Но от этого, как говорится, дрону не легче. Теперь придется его ремонтировать. Так что не повторяйте моих ошибок. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»